Сегодня у нас много учителей русского языка. Уважаемые коллеги, конечно, это мероприятие устное собеседование по русскому языку, где от вас требует большой предварительной подготовки. В первую очередь подготовки документальной. Ее немало. Об этом расскажет Анна Николаевна. Мы с вами узнали о том, что будет апробация этого устной части ЕГЭ по русскому языку в феврале 2017 года. Пришло первое письмо, что будут две модели приложены на руку, идентичные по иностранному языку. И затем уже 17 ноября пришел приказ об апробации, на основании которого мы истали свой приказ по школе. В этом приказе были назначены следующие специалисты для организации всей процедуры. Во-первых, это ответственный организатор по школе, может быть, директор или замдиректора, который отвечает за подготовку и проведение итогового собеседования. Далее был организатор вне аудитории, который обеспечивает передвижение обучающихся и соблюдение порядка тишины в коридоре. Поскольку у нас апробация проводилась в учебное время, участвовала в апробации один класс, то у нас был назначен один человек на школе. Но, в принципе, можно бы и больше. Далее, экзаменаторы-собеседники, которые проводят собеседование с обучающимися, обеспечивают проверку паспортных данных участников итогового собеседования. Экзаменатором-собеседником может быть учитель с высшим образованием, имеющий коммуникабельные науки, независим от уникальной специализации. Мы назначили экзаменаторами-собеседниками учителей иностранных языков, которые имеют опыт работы экспертами в участии ЕВЭ по иностранным языкам. Это три человека. Далее, эксперты. Это могут быть и не могут быть только учителя русского языка и литературы. Эксперты во время процедуры собеседования оценивают качество речи участников. Также был назначен технический специалист, который обеспечивает получение материалов для проведения собеседования с федеральным интернет-ресурсом и осуществляющий аудиозаписи, бесед участников с экзаменатором-собеседником. Поскольку в гимназии есть своя специфика проведения и в другом здании проводилось собеседование, то технический специалист, учитель информатики, который обеспечивал качество аудиозаписи. Он был ответственен именно за этот блок, а я как организатор была ответственна за распечатку материалов, за работу с федеральным порталом, а также за отчетность. На основании этого же приказа Татьяне Викторовне было поручено провести инструктаж с организаторами по порядку действий их в рамках апробации. Мне, как заместителю директора учебно-наслитательной работы, заполнить отчетную форму. Нужно сказать, что пробация проводилась 20 ноября в понедельник, что мне очень удобно было, да, коллеги? Поскольку не было возможности вот прямо накануне и затем проверить само техническое оснащение, то есть лучше, если проводить все-таки с октурника по четверг, я думаю, удобнее. Скачивание файлов для собеседования осуществлялось на специальном портале, нам была выслана ссылка на этот портал, это topic9.rutest.ru И скачивание было доступно за полчаса до начала экзамена, то есть в половине 9-го в 8.30 сайт, ну, ссылки для скачивания были доступны. И здесь только по федеральной инструкции, там очень подробно, как скачать информацию было прописано. Я уже не буду устанавливаться, сейчас на данном моменте. В процессе собеседования велась потоковая запись, то есть в каждой аудитории стоял ноутбук и учитель, она автоматически не выключалась в течение всего процесса собеседования со всеми участниками. Как с утра включили ее, и как последний не выключали, как последний ученик вышел, так и ее остановили. Это называется потоковая запись, которая потом была передана, ну, как бы, на сгортизу, да, по закрытому каналу. То есть после проведения собеседования все заполненные и подписанные экспертами протоколы проведения и регистрации участников сдаются ответственным организаторам в школе. По окончании, значит, результаты, что вы будете на сайте заноситься, техническим специалистом, вот здесь я была как замдиректора ответственной за этот момент, соответствующий модуль, модуль, который находится в специальном программном обеспечении, которое заранее было установлено и скачано. То есть здесь у некоторых сложностей есть на самом деле. Далее, вот после того, как мы занесли баллы по каждому ученику в этот специальный модуль, у нас появилась табличка вам дотянуть, который он ее покажет потом, с результатами, с общим баллом по каждому. И по окончании обработки результатов этот XML-файл необходимо было отправить в эксперт-дегер по закрытому каналу. Мы здесь отправляли в отдел по образованию весь пакет документов. Далее, также предоставляли скам-копии форм проведения итогового собеседования и файлы потоковой записи. По итогам апробации заполняли журнал опытной эксплуатации. которую предоставляли как в электронном, так и в сканированном виде с подписями экспертов. Таким образом, отчетные документы состоят из следующих номинований. Это потоковая запись. Одна запись из каждой аудитории. То есть, если у нас было три аудитории, то три записи, три файла. Можно сгласить. Получается, что здесь залез, который будет контролировать. Процесс этой записи должен быть в каждой аудитории свой. У нас мелочи. Если какие-то проблемы, то мы его с вами. Да, да, да. Далее. Вот из-за специальной программы XML файл. Он похож на экселерский файл с результатами. Вот его плюс скам-копы. Он содержит фамилию, имя, отчество участника, класс, номер аудитории, серия номер паспорта, номер варианта собеседования. Заполняла я на основании регистрации, протоколов регистрации. Далее, вариант собеседования, какой он выбрал. Баллы за каждое задание. Общая сумма баллов. Далее идет отметка зачет или не зачет. И фамилия эксперта в аудитории. То есть, если он находился у нас, этот ученик, во второй аудитории, то и прописывается фамилия эксперта и вторая аудитория. Можете сказать, что эксперт уже можно сделать после этого проверки? Да, конечно, заранее этого не надо не сделать, после проверки. Ну да, после протокола. Далее, скам-копии форм проведения домового собеседования. Специальная форма, она у вас есть, вот она. Форма протокола, на парте она у вас есть. Да, то есть, также одна форма на каждую аудиторию заполняется. То есть, у нас было их три. Это мы предоставили скам-копии, а оригиналы у нас хранятся. В форме указывается фамилия участника, класс, время начала и окончания собеседования, и подпись участника обязательно напротив каждой фамилии. И, кроме этого, протоколы подписываются экзаменатами, собеседниками и экспертом. Вот копии, скам-копии этих протоколов мы отправляем. И далее... Это немножко не такая. Там же вообще обеда, где-то не слил, где-то не слил. И далее связано. Сон с тобой. Далее, опять же. А, далее, да. Далее, я сказала, я заполню журнал опытной эксплуатации. Я сейчас расскажу, если я заполню с этими журналами опытной эксплуатации, у меня будет предложение к архотизатору вышестоящим. Вот он называется «Журнал проведения опытной эксплуатации портала для передачи тем для проведения итогового собеседования по русскому языку в девятом классе». Вот такая вот каля-маляк. Его надо было передать в электронном виде в формате Excel. То есть он содержит сведения по специалисту, фамилии и отчества, вот кто технический специалист, кто изменатор-собеседник, кто эксперт и так далее все. И подписи их. И скан копия этого журнала. Причем вопросами, ставим любовь Сергеевну, дергали в этом плане, чтобы апробация была. Не было специальной графы, где ставить эксперту подписи. Допустим, любовь Сергеевна в следующий раз сделают это место. Хорошо. Потому что мы вот писали фамилии и неотчества, например, Макарова Татьяна Викторовна, то она такая, и тут же в этой же строке писали, ставили подпись, что не очень красиво. Вот я могу папку вам показать. А дальше от нас затребовали еще одну форму, которая не была в инструкцию, которую департамент нам выслал, и в пакете отчетных форм тоже не было. И эта форма называлась тоже журнал опытной эксплуатации. Ну просто послушайте, как она звучит и чем отличается, а то вы сегодня поняла. Журнал опытной эксплуатации технологического решения для проведения итогов устного обеспечения по русскому языку в 9 классе. То есть вы меняете журнал опытной эксплуатации, а день и мне... Вы не сдали, я говорю, нет, мы сдали. Нет, вы не сдали. Мы сдали. И вот мы так целый день долгались, пока не выяснили, что это два разных... Ну вот... Да, до нас не дошло. Вот в другом журнале содержится сведения о количестве задействованных аудиторий, о количестве участников собеседования, в том числе СОВЗ, о средней продолжительности собеседования на каждого участника, о количестве учителей, работающих в школе и занятых в собеседовании, и о качестве программного обеспечивания по 10-бальной шкале. То есть как открылось, как закрылось, как установилось, все это надо было ценить. Вот. Поэтому у меня такое предложение. Либо объединить эти два файла как-то разными страничками в Excel, либо просто переименовать один из них, чтобы на будущее вот основная масса не куталась. Вот. А так, в принципе, вот все у нас осталось папочка по результатам, как бы оригинальные. Мы теперь знаем, как проводить этот экзамен, что делать. Вот, в принципе, документально все. Тот, который нам удалось жить из-за пропорции. Как это случилось сейчас обучить? Во-первых, расположение кабинетов. У нас немножко неудачно были расположены кабинеты, и один кабинет был по лестнице. Дети поднимались, и они запутались и подели на экзамен. Теперь мы должны расположить все три кабинета рядом и рядом с кабинетом для ожидания. Дети все сидят в одном кабинете для ожидания, и они расходятся по трем разным субинетам. И вот один кабинет очень далеко у нас был. Должны быть кабинеты рядом. Дальше. Приклее, в качестве экспертов, мы вот заведуем всем учителям иностранного языка. Они... А, висеться, 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 простите. Именно в качестве собеседника. Они идеальны в этом отношении. Они уже прошли эту процедуру иностранного языка. Они лучше нас во всем этом разбираются. Я поражалась на самом вот экзамене, насколько беспристрастно вообще это было, насколько было это доброжелательно. И в тот момент я как эксперт сзади, я здесь сидела, и у меня ребенок пришел, разнервничавшийся, называл Андрей Иванов Михайлович. Эксперт, улыбаясь ему, ни слова не говоря, усаживал ребенка и далее проводил можно эту работу. Вот сами эксперты мы сидели в стороне так, чтобы у нас не видно было. Обязательно... Сейчас мы все покажем. Обязательно должен эксперт писать ошибки. Мы писали все ошибки. Потом мы анализировали каждую ошибку каждому ребенку. Во время этого экзамена я быстро тетрадку взяла и каждую ошибку грамматически заранее заготовила, речевые заготовила. И вот одну ты прямо стрелами писала. И каждому ребенку потом проанализировала. Вот сейчас попробуйте, пожалуйста, ребенок придет тот, который не тройку портует, но ребенок говорит. Вот смотрите, идет экзамен. Вы в этом экзамене, как члене русского языка, не принимаете никакого участия. Вы просто оцениваете его ответ. Вот в тот момент, когда он начинает говорить, ну вы же слышите речевые ошибки, которые он произносит. Если он расскажет слова, они правильно ставят ударение. Вот эти ошибки вы фиксируете. Просто себе в листке, в тетраде. Вот это можно убить. Потом это сразу. Ну, 200 и надо. Все успевали. 15 минут. 15 минут. Да, ну, все успели. Успели. Единственное, вы знаете, там разные формы. 15 минут. Для экспертиза. Разные формы, да, нам предлагали. Так вот, заранее нужно определиться в форме. Вот одна форма удачная, горизонтальная, плохая форма. И она не соответствует. Нам дали на пробах только две формы. Вот смотрите. Вот это было сложно. Мы не знали, куда сначала запускать. Но очень попы. Но единственное, что надо работать только с этой формой. Вот с этой формой. Если вы посмотрите на сайте ПИБИ, у вас будет там флайер. Вот в этом вот, в архивном документе. Там демо-вариант, спецификация, модификатор. И есть дополнительные материалы к пустому собеседованию. Там, по сути, вот такая же форма, только вот в таком варианте. Совершенно неудобно, куда единицу ставить, ничего не понятно. Вот это вот идеальный вариант. Вот поэтому мы советуем просто владельно на каждого ученика. Но разболокка простая. Один, ноль, один, ноль. Выполнил условие один, не выполнил условие ноль. Критерии все у вас есть. Мы уже разбирали эти критерии на предыдущем металлическом объединении. Значит, вот я перебью на все пункты. Сейчас будет репетиция, апробация по русскому языку. Да, экзамен. То есть, начнется сейчас оценка по 19 критериям. Я детям всем заранее говорила все эти критерии. Заранее озвучила. Дети знали, по каким критериям их оценивают. Так, и обратите внимание еще на фото. Заранее я им сказала, заходите, здоровайтесь, садитесь. Перед камерой громко называйте фамилию, имя, отчество. Проговаривайте. Уходите, даже вот эти моменты проговаривайте. Уходите, вам говорят спасибо, вы говорите спасибо, до свидания. Даже эти моменты, потому что все идет онлайн, все там запись идет. И ребенок приходит, уходит. Так, я приглашу сейчас. Да, вы слушаете. Учителя, вы понимаете, но очень слушайте, как мы потом сами все обсудим, каждое задание. Значит, у вас должны быть, должны быть, обязательно, либо через естественные стрелки, либо секундомет, как все будет, пойдем сюда. Перед ребенком стоит ноутбук. Если у вас есть возможность включения микрофона для лучшей записи, лучше, конечно, с микрофоном. Но мы пробовали, в принципе, без микрофона, и так хорошо ноутбук работает. Встроенный партнер. Подождите, не прошу. Вы включаете, у вас технические специалисты включают ноутбук, и запись идет до конца экзальна. В конце экзальна он его выключил. Подождите. Сигай, партнер Владимирович. Здравствуйте, Артон Владимирович. Сегодня вам предстоит пройти собеседование по русскому языку, которое состоит из четырех заданий. Выразительное чтение текстов слух, пересказ прочитанного текста, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и участие в беседе. На протяжении всего экзамена ждется аудиозапись. Поэтому постарайтесь говорить четко и ясно. Строг расследуйте план ответа. Все задания вам по силам. Желаю успеха. Спасибо. Задание номер один. Выразительно прочитайте вслух текст о знаменитом спортсмене и тренере Анатолии Владимировича Тарасовым. У вас есть две минуты на подготовку. Задание. Анатолий Владимирович Тарасов, хоккейный тренер легенды, отец советского хоккея. С юности он увлекался футболом, но в 1946 году в Советский СС пришел новый вид спорта – хоккей. И Анатолий Владимирович буквально послотился обеими руками за клюшку. Любовь к хоккею превысила прежнюю спортивную привязанность. Поначалу хоккея с шайбой в стране относились настороженно. В хоккей не позволило развиваться лишь после включения комитетской программы. Звание лучшего бомбандира Тарасов завоевал на первом же чемпионате СССР, забросив более 10 шайб. Позже сами хоккеисты выбрали талантливого спортсмена своим тренером. Тарасов одновременно играл в команде ЦСКА и тренировал ее. В 1958 году Анатолий Владимирович назвали тренером сборной СССР по хоккей. Его руководством сборная страна установила рекорд. В течение 9 лет подряд выигрывала все международные соревнования. Тарасов ученик в детских хоккейных турнирах «Золотая шайба». Многие мальчишки, принимавшие участие в этих состязаниях, шли дальше по спортивному пути. И врастали в чемпионах страны, мира, Олимпийских игр. Благодаря Тарасову хоккей стал в стране любимым видом спорта. Во дворах появлялись ледовые площадки, где дети с удовольствием гоняли шайбу. Спасибо. Переходим к заданию номер 2. Перескажите прочитанный вами текст, включив пересказ, слова известного спортсмена и тренера Валентина Борисовича Гугукина. Подумайте, где лучше использовать слова Борисовича Гугукина в пересказе. Вы можете использовать любые способы цитирования. Вы можете использовать любые способы цитирования. В этом году выступайте в выполнении заданий. анатолий владимирович тарасов в россии считается отцом и тренером хоккея в детстве он любил футбол но в 1946 году хоккей ворвался в жизнь русских людей поначалу люди относились неусторожно но после включения этого вида спорта в олимпийскую дисциплину тарасов влюбился в его сильнее чем прочее чем прочее увлечение на первом же соревновании тарасов стал лучшим бомбардиром страны и за за матч забил более 10 шайб он стал первым чемпионом мира очень первым ссср за такие заслуги выбрали его своим тренером он одновременно тренировал и играл в хоккейном клубе ссска в 1958 году сборная заняла первое место в олимпийских играх и во время нахождения анатолий владимирович тарасова на посту главного тренера сборной сборная могла сборная 9 лет было чем чемпионами мира как говорил известный спортсмен например валентин борисович убукин анатолий владимирович в премьерском деле я бы сравнил с оленковским литературе глубина размах смелость мыслей не обучение творческие возможности неисчерпаем впоследствии анатолий владимирович учредил соревнования для детей и подростков золотая шайба по всей стране данный вид спорта обрабатывал массовую популярность в каждом дворе заливался коток и все мальчишки играли там переходим к заданию номер 3 выделите одну из предложенных тем не силы у вас есть одна минута на подготовку и ваше высказывание должно занимать не более трех минут многие люди и во всем мире считают что учение и знание это часть любого успешного человека но я не считаю что ответ на этот вопрос так однозначен с одной стороны кажется что действительно человек должен много знать так как современном мире в мире высоких технологий и прочего знание страны и также существует множество проектов и могут особо не имея глубоких знаний в том или ином направлении добиться успеха в первую очередь помимо трудолюбия человеку в современном обществе надо также иметь смелость и умение совершить оправданный риск чтобы завтра жить лучше чем вчера также также в учебе очень нужна помощь родителей они в первую очередь должны не ругать детей за плохие оценки либо не делать за них уроки и прочее они должны им помогать и сопутствовать на пути к успеху высоким знаниям очень хотелось бы сказать что я не имею чуть-чуть сказать что без высоких знаний в современном мире никуда но это не главное к чему надо стремиться и пусть знаний не самое важное в жизни что должна не то чтобы учить а приспосабливаться к лучшим способом в обществе спасибо ваше собеседование подошло к концу до свидания